Иркутский благотворительный проект «Вторник боксов» выиграл миллион рублей в конкурсе известного российского блогера Юрия Дудя. Автор проекта Светлана Первенецкая говорит, что первую неделю ее телефон буквально раскалялся от звонков, настолько она стала популярной. Куда потратят выигранные деньги, а также о том, что такое осознанное потребление и как свой экологический след сделать гораздо меньше. Обо всем этом со Светланой Первенецкой в разговоре о главном. Начинаем. Светлана, здравствуйте, спасибо, что пришли. Ну, весь иркутский интернет гудит. Вы выиграли миллион у известного ютуб-блогера Юрия Дудя. Во-первых, это должно быть что-то максимально конкретное и не обязательно иметь отношение именно к бизнесу. Во-вторых, проект должен быть уже активным, а не находиться в стадии идеи или запуска. Расскажите, что это был за проект, что это была за акция такая. Ну, они объявили конкурс, отбирали такие истории. Это могла быть бизнес-история или не обязательно бизнес. Это мог быть какой-то общественный проект или просто дело твоей жизни, о котором ты должен был рассказать в комментарии к этому посту Дудя, в котором объявила о конкурсе. И вот количество символов могло быть такое, какое там вмещалось в этот комментарий. И я подумала, что мне, наверное, тоже рассказать о своем вторнике, потому что это было очень легко. Но я подумала, что это, наверное... Проходная история? Ну, да. Я подумала, что это, наверное, шансов мало. Но я все-таки это сделаю, потому что это легко и просто написать вот такую историю короткую, где рассказать о своем проекте. Я это сделала. Ну, и выиграла. Ну, я так понимаю, не особо верили в то, что вы играете. Да я вообще забыла про это. Если честно, я просто про это забыла. Итоги должны были быть подведены в конце января. И я как-то так к концу января вспомнила, что вроде бы же там что-то должно быть. Потом отвлеклась на какие-то другие истории. И через три дня мне в Инстаграм написала девушка Дарья, где сказала о том, что я выиграла. Я даже не поверила. Я подумала, что это какой-нибудь развод очередной. Вот. И она мне еще написала, что вы пока не делитесь у себя в аккаунте, дождитесь официального объявления. Результатов. Да. И официальное объявление результатов у Дудя в Инстаграме случилось буквально через два часа. И я там, конечно, была просто в обморочке. Правда, я не верила. До сих пор, если честно, мне до сих пор верится с трудом. Наверное, пока в Москву не съезжу. А какая реакция была у пользователей? Я просто когда готовилась, читала ваш фейсбук, и вы писали, что не всегда позитивные и поздравительные комментарии вам писали. Вы знаете, наверное, 99,9 людей, прокомментировавших, все-таки радовались за то, что это Иркутский проект выиграл, за то, что это выиграл благотворительный магазин, за то, что это выиграл социальный проект, за то, что это выиграла я. Ну, было очень и очень мало негативных комментариев. Буквально единицы. При этом они не были такие злобные там. Ну, просто вот кто-то не понимал, почему именно такой проект выиграл. Кто-то не понимал, что это за проект. Расскажите нам, что это за проект. Ну, проект благотворительного магазина «Вторник» существует уже четвертый год. И вот чуть больше трех лет назад я подумала о том, что было бы здорово собирать ненужную одежду у людей и часть ее продавать, а часть отдавать людям, которые в этом нуждаются. И я придумала вот такой проект, написала заявку на грант. Грант этот я выиграла. Он был не очень большим, он был около двух тысяч долларов, но это позволило мне сделать первые контейнеры для сбора одежды. И взять в аренду помещение и даже платить за оплату продавцу первые два месяца. Я договорилась с супермаркетом, что мы будем у них устанавливать эти контейнеры. Они предоставляют нам место абсолютно бесплатно. Для них это тоже социальный проект. Вот получилось так, что люди понесли. Понесли очень много вещей. И все, и мы начали торговать. У нас, конечно, не сразу все получалось. У нас очень хорошо получалось собирать одежду и очень хорошо получалось ее раздавать. А вот торговать нам было трудно научиться. Но, тем не менее, мы существуем уже четвертый год. И говорят, что три года для бизнеса – это вот такая веха. Если ты три года продержался, то ты молодец. Надо идти дальше. Да. Потому что первые три года выживает всего лишь 4% бизнеса. Ну, получите вы миллион. И направите вы, я же так понимаю, что это тоже подотчетное средство. Их нужно направлять на развитие вашего благотворительного проекта дальше. Конечно, это же не я выиграла миллион. Этот миллион выиграл конкретный проект. То есть, когда я писала этот комментарий, я написала, ну, что я потрачу эти выигранные деньги. И я рассказала о том, что мы сделаем еще 10 новых контейнеров для сбора одежды, для того, чтобы расширить сеть. И еще у нас есть большая мечта – это электрофургон, который будет ездить по Иркутску и собирать вот эти вещи из контейнеров. Почему электрофургон? Потому что я считаю, что наш бизнес экологический. И мы должны показывать другим людям, другим бизнесменам и вообще всем, что можно использовать альтернативные виды топлива, например, когда ты работаешь. И что можно все это делать, не загрязняя окружающую среду. Ну, конечно, наш автомобиль, он не спасет положение в Иркутске с загрязнения воздуха. Но он может быть примером. Он может быть примером, а это самое главное. Точно так же, как вторник когда-то стал примером социального бизнеса. Светлана, скажите, пожалуйста, я знаю, что в Иркутске у вас 12, да, по-моему, контейнеров или 10? Сейчас у нас их 10. Вот, и еще один мы скоро поставим. И в Ангарске у вас работают? И в Ангарске два. То есть всего будет 13 контейнеров. Планируете расширять свое присутствие? Да, вы будете 10 контейнеров, но вы еще. А вы имеете в виду по области? Другие города, да. Ну, нас, конечно, просят их в Шелихове поставить контейнер. И в Ангарске еще расширить сеть. Но мы пока что не можем себе этого позволить, потому что далеко ездить. Далеко и трудно. Мы сейчас даже не можем пока в Новоленино и во втором Иркутске поставить. Потому что транспортное плечо большое, и по логистике нам, конечно, не удобно. Сколько человек у вас работает? У нас работает 10 человек. По количеству контейнеров. По человеку на контейнер. Да, ну, постоянно, конечно, постоянно работают 5 человек. Это я и 4 продавца. А остальные по совместительству, либо фрилансеры. А есть ли такие же подобные магазины вашему у соседей наших, в соседних регионах? Может быть, в Бурятии? Вы с ними как-то общаетесь, дружите? Ну, в Бурятии нет. Не слышала я об этом. И мы разговаривали о том, что там бы тоже надо было. Но непонятно, как это пойдет, потому что менталитет другой. Люди вообще по-другому смотрят на все. Вот. Есть в Красноярске недавно открылся магазин, не помню, как называется. А еще там есть свалка. Это московский проект. Они тоже собирают и одежду, но у них еще там и мебель, и книги, и много-много всего. И вот по франшизе свалка есть в Красноярске. А сейчас еще там открылся благотворительный магазин. Есть благотворительный магазин «Синица» у нас в поселке Средний. Это наша Иркутская область. И есть благотворительный магазин «Кладовка» в Бранске. То есть у вас таких социально активных бизнесменов становится все больше и больше. Ну да. А по России-то это вообще много уже таких магазинов. Сейчас такой, мне кажется, тренд на социальный бизнес. Я думаю, да. Светлана, скажите, пожалуйста, когда вы начинали, вы уже упомянули, да, соседей, что вот не во всех регионах менталитет, сознание готово к такому бизнесу, к такой деятельности. Потому что вы в том числе существуете за счет людей, за счет местных жителей, да, которые приносят вам товары, одежду, игрушки. Приходилось ли сталкиваться с неприятием того, что вы делаете? Приходилось ли объяснять людям, для чего вы это делаете? Приходилось и приходится до сих пор. Ну, сейчас, конечно, с каждым годом все меньше и меньше. Но первое время было достаточно много негатива, и люди вообще не понимали, ну, как это так, я беру вещи бесплатные и продаю их. И только когда я начинала объяснять людям, что мы же содержим вот эту сеть контейнеров, это нужен человек, который должен ездить на машине, мы должны тратить деньги на бензин, мы арендуем склад, мы платим зарплату продавцам и сортировщикам. И это все деньги. И, в конце концов, почему я тоже, как руководитель, должна делать это бесплатно? Ну, я же тоже хочу есть каждый день. Вот. И первое время люди даже на эти мои объяснения отвечали мне примерно так. Ой, я тогда лучше на помойку унесу эти вещи. То есть лучше пусть сгниете? Лучше, ну, там бомжи разберут, вот, или, да, или пусть они вот лучше. Но не доставайся же ты никому. А сейчас, вы знаете, вот даже под постом у Дудя девушка тоже начала комментировать о том, что как так, вещи продаются те, которые люди отдали бесплатно. И когда я ей объяснила, она даже извинилась. И для меня это было вообще какой-то новостью большой, что человек понял и принял. Вот. И сейчас, конечно, я все меньше сталкиваюсь с негативом. А первое время было достаточно тяжело, и я плакала, и думала закрываться, и что только не думала. Очень давно меня интересует тема осознанного потребления. И она всколыхнулась прям среди моих знакомых очень так сильно. В январе многие поехали на новогодние каникулы в соседний Таиланд. 1 января Таиланд запретил, частично запрет вел пластиковых пакетов и пластиковой упаковки в своих крупных сетях. И наши туристы, отдыхая там, говорили, как здорово, как здорово, вот так бы у нас, но ведь у нас нет инфраструктуры, нет контейнеров, что-то, что-то. Так ли осознанное потребление пластика зависит от наличия инфраструктуры? И вообще, если тебе создать все условия, что-то это поменяет в твоем кладе? Ну, это, возможно, поменяет у кого-то в голове, а у кого-то нет. Кто-то скажет, да, мое дело, как хочу, так и покупаю, что хочу, то и выбрасываю. Люди же разные. Хорошо, что сейчас стало много таких людей, которые объясняют вообще, что, почему это плохо. Почему вообще осознанное потребление, это же, осознанное потребление, это же не только отказ от пластика. Это вообще снижение количества покупаемых товаров. И вот к этому нам нужно идти. Допустим, вы сегодня правильно сказали, что когда ты идешь в магазин со своей сумкой, ты не покупаешь пакеты. И это уже снижает их количество. То есть не запускается процесс производства, да, ну или там он снижается, этот процесс. Но у них потребности меньше получается. У них потребности, конечно, меньше. Точно так же и во всех других вещах. Мы просто сейчас настолько избалованы вот этим количеством огромных товаров разных, что мы даже не можем себе представить, что, допустим, много лет назад, ну, допустим, там еще 30-40 лет назад люди одни сапоги по несколько лет носили. Я помню, маленькая я была, но мы заворачивали колбасу в крафтовую бумагу прекрасную. Да, да, совершенно верно. Вот мы носили платье по нескольку лет, пальто перелицовывали. Но уже, конечно, когда я была подростком, это уже было не очень-то так модно, да. А вот когда я еще была совсем ребенком, я помню, моя бабушка относила пальто в пошивочную для того, чтобы ей перевернули его на изнаночную сторону, там все заново собрали, сшили. И носилось это пальто еще несколько лет. То есть люди настолько бережно относились к вещам. И, видимо, эти вещи стоили так дорого, что люди не могли позволить себе купить новую вещь. А сейчас это просто какая-то вакханалия. Ну, я сталкиваюсь с последствиями этого потребления каждый день в своей работе, когда мы собираем по многу килограмм одежды в день. Бывают и сотни, и две в день. И все это проходит прямо перед нашими глазами. И нам приходится с этим иметь дело. И судя по тому, что у вас есть магазин, там не совсем плохие вещи порой даже выбрасывают, да? Ну, вообще люди приносят к нам новые. Это не называется выбрасывать. Нужно понять, что вот то, что люди отдают нам, это не выбрасывают. Люди дают вторую жизнь этим вещам. И это вообще классно. Потому что таких людей много, которые стремятся продлить жизнь своей одежды и приносят ее нам или в другие организации, неважно. Или отдают своим родственникам и знакомым. Ну, потому что у нас поступает очень много вещей. Во-первых, с ценниками из магазинов. То есть они ни разу не были надеты. Купили весело. Да, купили весело, да. И потом приносят вещи в хорошем состоянии. Особенно это вещи, которые отдают молодые девушки. Им хочется менять одежду быстро, потому что их сейчас к этому стимулируют. И они каждый сезон меняют одежду, а может быть даже и несколько раз в сезон. И приносят нам вещи, которые еще вполне можно носить и носить долго. Светлана, а дома вы сортируете мусор? Как доведете осознанное экологическое существование? Конечно, да, я стараюсь. Но у меня не все получается. Не на все у меня хватает рук и времени. У меня идут в компост органические отходы. И это не только мои отходы, это еще отходы моей мамы и моей дочери. То есть они все привозят ко мне, потому что я живу в частном доме. У меня есть компостный ящик, куда мы складываем все эти отходы. И они потом превращаются в прекрасное удобрение. Я отдельно складываю бумагу. И пластик я, к сожалению, не разделяю. Всего остального, металл и стекло у меня их очень и очень мало, потому что я как-то привыкла не покупать готовые продукты. Поэтому разделяю. А куда пластика, то есть, куда делаете? Ой, бумагу, если пластика можно не собирать. Ну, бумагу, ну, в пункты приема. То есть я, когда задавала вопрос про инфраструктуру, я говорила, я имела в виду, что неважно, стоит у тебя возле дома контейнер для раздельного сбора мусора. Ты ведь можешь сам все перевезти во вторсырье, в переработку. Вот я вот про эту осознанность, что не просто разделять, увезти и там трава не расти, куда увезли, туда увезли, да, а еще и убеждаться в том, что твои отходы действительно поступают в переработку. Мне кажется, вот это прям, ну, высший пилотаж осознанности. Ну, смотрите, нам же повезло, у нас в Иркутске есть замечательные люди, которые, например, создали карту пунктов приема вторсырья на гримписовской карте. То есть там можно добавить любой город. И у нас нашлись такие волонтеры, это Дарья Бедулина, Женя Бекмулов и другие люди, которые, значит, узнавали, где находятся эти точки, они их тестировали, они знакомились, узнавали, куда эти люди отвозят это вторсырье. То есть Дарья, она ученая, она прямо вот так системно подходит к любому вопросу. И это классно. Это классно, она, по крайней мере, вот развела вот эту систему у нас в городе. Ну, с ее помощью она развивается, система сбора отходов. И передача их в переработку. Это прямо вот, по моему мнению, это очень здорово. Меня вдохновил очень пример. Я сама пробовала сортировать, а сейчас, к сожалению, пластик тоже не удается. Но там, если есть стекло, бумага и метал, и все-таки у меня стоит на балконе мусоросортировочная система. Меня вдохновила одна история. Я начала знакомиться с опытом зарубежных стран. И Швейцария, которая гордится тем, что у нее закончился мусор, там сортировать мусор начали домохозяйки. То есть, опять, женщины, сидевшие дома и понявшие, что вот места на планете от мусора все меньше и меньше. И они начали сортировать. Как вы считаете, нужны ли нам, может быть, какие-то, как сейчас принято говорить, лица компании, такой большой просветительской компании, чтобы двигать эту идею в широкие массы? Каким образом мы можем это популяризировать? Потому что мусорная реформа пришла, а экологического сознания пока, к сожалению, у нас нет. Это, конечно, нужно делать, и это уже делается. Ну, например, я до недавнего времени была региональным лидером движения ЭКО, когда я работала педагогом в Доме детского творчества. Так вот, у этого движения ЭКО, это некоммерческая общественная межрегиональная организация, и у них есть, например, целая серия ЭКО-уроков. Они учат детей, как нужно поступать с мусором, вообще, что от чего зависит, как все взаимосвязано. При этом эти уроки может провести любой человек. Они настолько тщательно разработаны. Существует к этому уроку методический гид, который может взять любой человек, и в любом месте, даже у себя дома, просто показать ребенку презентацию, рассказать, что, откуда берется, как это все делается. Брать по семейным столом и прочистить. Ну, не прочистить, а посмотреть, допустим, презентацию на компьютере. Вот, то есть, вот движение ЭКО это уже делает. У нас здесь есть фонд «Подай планете жизнь», они тоже проводят ЭКО-уроки. И сейчас даже вот в муниципальных учреждениях образовательных, это как бы тоже, ну, я не знаю, модно, что ли. Да, появляются, по крайней мере, для развития. Да, появляются люди, которые вот горят этой идеей, которые хотят донести до детей важность всего. Они сами это делают и учат людей. Поэтому, да, конечно, вот такие люди, как я уже упоминала, Дарья Бедулина, она вот и является вот таким вот лицом, она является, да, популяризатором, да, проводником вот этих знаний в массы. Потому что, когда пришла молодая красивая девушка, ученый, которому можно доверять, люди за ней пошли, потянулись, и она вот помогает все это делать. Светлана, ну, я знаю, что у вас был интересный эксперимент. Вы на год пробовали отказаться от упаковки. Расскажите про него. Знаешь, он не просто вам дался, и какой вывод вы сделали за этот эксперимент? Ну, это было уже давно, это было лет 5 или 6 назад. И на тот момент я поняла, что без упаковки продукты в Иркутске покупать невозможно. По крайней мере, все. Я не могла найти крупы, я не могла найти макароны. Вот, я могла купить какие-то продукты в легко разлагаемой упаковке, например, в бумажной. Вот, но мне пришлось отказаться от конфет, от печенья. Мне пришлось отказаться вообще от многих вещей, которые были упакованы в пластик. Ну, я зато начала сама печь печенье. Вот, и, знаете, один из вообще таких побочных эффектов, мое питание стало более здоровым. Вот, а еще на тот момент я отказалась от шампуня, от гелий для душа и от всяких вот таких вещей. Неорганических вы имеете в виду, да? Даже от органических, то есть от тех, которые в пластике продаются. И я до сих пор этим не пользуюсь. То есть вот такой еще эффект у меня. Уже сейчас вопрос, а чем вы за собой ухаживаете? Я мою с мылом обычным туалетным мылом, и голову мою мылом, и все остальное тоже. Вот, ну, а еще я отказалась от жесткой бытовой химии, но это только потому, что у меня... Да не только потому, конечно, потому что она, во-первых, в упаковке пластиковой, а еще потому, что у меня дома стоит биосептик, и все, что попадает, в него перерабатывают бактерии. Аэробные бактерии. Вот, и их нельзя травить жесткой химией. Да, то есть если там хлор содержится, то бактерии погибнут просто. Поэтому мне пришлось от этого отказаться. И я прекрасно чищу все свои туалеты, раковины, душевую, содой и уксусом. Никаких проблем у меня это не вызывает. Делитесь рецептом как-то? Ну, просто берешь на губку немного соды, поливаешь сверху уксусом, все начинает шипеть, начинаешь это все протирать, все отлично отходит. Ну, конечно, нужно пользоваться перчатками. В перчатках, естественно, чтобы не шить руки. Сложно вам дался этот отказ от упаковки? Какие чувства у вас были? Мне дался сложно, потому что муж не хотел ничего делать. Вот, ну, он, конечно, делал, но он постоянно забывал. А я на тот момент была вот прямо так настроена серьезно. Так все у меня было вот так вот прямо должна и все. Я злилась из-за того, что он покупает продукты в упаковке или из-за того, что он не может отделить, вот, ну, различить разлагаемую упаковку от неразлагаемой, ну, бумагу, например. Он мог принести, например, лавровый лист и сказать, что это бумажная упаковка. А я ему доказывала, что нет, это не бумажная. Да, там же тонкий слой. В общем, я из-за этого ужасно злилась, поэтому мне было тяжело. Но потом в какой-то момент я успокоилась, я поняла, что я же не обязана человека переделывать, и он не обязан делать так, как я хочу. Но он со временем все равно учился. Он, кстати, до сих пор ходит с сумкой и с фруктовками в магазин. Он не покупает, тоже старается не покупать пластиковых пакетов. Вообще сопротивление близких людей сильное было? Вот помимо мужа кто-то еще сомневался? Ну, мы вдвоем жили, ну, дочь, конечно, как-то отнеслась к этому, ну, не с большим восторгом ее, это не очень впечатлило, будем так говорить. Но где-то к середине моего эксперимента она ввела у себя в офисе сбор батареек и бумаги. То есть я все равно повлияла, да, я все равно повлияла на нее. А сейчас она уже даже ввела дома раздельный сбор отходов. Сколько вы мусора подсчитывали, собрали тогда за этот год отказа от упаковки? Было ли его много? У меня тогда было не больше килограмма в месяц мусора. Было даже меньше. А владеете цифрами, сколько человек при обычной жизни ничего не делает? 300 килограмм в год. В среднем, да. Это получается где-то по, сколько, по 2, по 3 килограмма, где-то по 2,5 килограмма в месяц мусором только выбрасываем своего. Вообще, на ваш взгляд, как быстро, через какое время в России наладится сбор, хотя бы раздельный сбор? Вы знаете, мне трудно очень сказать. Я сейчас вижу изменения, и они такие, знаете, ну, чуть ли не лавинообразные. То есть когда я начинала, когда я приехала в Иркутск, это вообще было несколько людей, которые задумывались об этом. Это был такой маленький ручеек, знаете, источник такой. Сейчас таких людей с каждым днем появляется все больше и больше. И мы все время видим в соцсетях, что кто-то тоже начал разделять. Люди об этом пишут. Они вдохновляют своих близких и даже неблизких людей. Если у них хорошо получается писать, хорошо получается показывать, как они это делают. Соцсети в этом, конечно, помогают. То вот с каждым днем я вижу, что таких людей становится все больше и больше. Это очень отрадно. Проект вашего благотворительного магазина «Вторник». Какие вещи вы принимаете? И только ли это одежда? Мы принимаем одежду, обувь, игрушки. Мы принимаем домашний текстиль. И мы сейчас в последнее время даже начали принимать вещи, которые в плохом состоянии, если они хлопчат и бумажные, потому что мы передаем их на ветошь. То есть их можно еще использовать, не выбросить. Даже если там, допустим, постельное белье с дырками или майки с дырками, то мы можем вполне дать им еще одну жизнь. Ну, тряпочки пустить, да? Да. Мы принимаем сувениры, небольшие предметы интерьера. В общем, вот так. Ну, издать вот это все можно в любой ваш «Вторник-бокс», который стоит в супермаркетах в городе Иркутске. Да, да, совершенно верно. Адреса можно найти по ссылке вторникбокс.рф. Эта ссылка ведет прямо на страничку нашего сайта, где перечислены все адреса, и мы туда добавляем новые контейнеры, когда они появляются. Новые адреса, когда появляются новые контейнеры. И можно принести прямо в наши магазины. Какие еще, может быть, есть задумки, проекты? Вы вот в вашей голове роятся, и вы бы очень хотели его платить в честь социально-благотворительного бизнеса? Ну, у меня одно время, конечно, была большая мечта сделать переработку одежды. Но после того, как я в прошлом году в ноябре съездила на стажировку социальных предпринимателей, и получилось у фонда второго дыхания, это московские магазины «Черрити-шоп» и благотворительный фонд «Второе дыхание». И у них просто огромное количество контейнеров. У них в 10 раз больше контейнеров, чем у нас. Понятно, Москва. Да, и они работают уже в пяти городах, то есть у них Москва и еще четыре города. И даже у них не хватает вещей на то, чтобы вот эта линия по переработке работала бесперебойно. Сырья? Сырья не хватает, да. Это, кстати, проблема, потому что как-то я делала один репортаж как раз про переработку мусора, и мне владелец пункта приема в Турсырья говорил, что нам не нужно в каждом городе перерабатывающий завод, потому что существующие работают по мощности, не хватает именно сырья. Ну, да, вообще линии, конечно, разные есть. Есть на небольшое количество сырья, есть на, если это большие заводы, на огромное количество. Но на самом деле, если мы начнем еще возить отходы вот так вот по всей России, это же транспортный след, это затрата ресурсов, это, ну, просто экологически это очень плохо. То есть, может, не назвать это мини-заводами, а мини-установки какие-то, которые... Может быть, да, какие-то мини-установки делают, да. По крайней мере, в каких-то областных центрах. Ну, вы отбросили эту мечту? Ну, пока да, пока да. Сейчас пока я не вижу в себе ресурса для того, чтобы это делать. Во-первых, это большие затраты материальные. У меня нет таких денег, и наш бизнес не дает столько прибыли, чтобы мы могли об этом задумываться. Об инвестициях я пока не думаю, потому что мне как-то страшно с этой стороны подойти и подумать об этом. Но пока что нет. Вот, поэтому пока эта идея у меня лежит далеко, конечно, мне бы хотелось еще сейчас сделать вот такой благотворительный проект, который бы научил людей обращаться со своими вещами бережно, переделывать их и так далее. Особенно хорошо было бы, мне кажется, для людей, у которых небольшой доход, чтобы они поняли, как можно переделать вещи. Это образовательный какой-то проект? Да, это образовательный, да, проект. Но пока что это тоже только мечта. Надеюсь, что еще один миллион выиграем. Обязательно. И сделаем такой обучающий центр по обращению с текстильными отходами. Светлана, я буду с удовольствием первой ученицей вашего проекта, если позволите. Спасибо, что пришли к нам, было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. И процветание вашего вторника. Спасибо. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо большое. Все современные экоактивисты говорят, что так или иначе человечество придет к осознанному потреблению. Ну, а если уже сегодня у вас есть вещи, которыми вы не пользуетесь, или абсолютно новые, но вы их не носите, вы можете их принести в благотворительный проект вторник боксов. Карту вторник боксов вы можете найти на сайте вторниксбокс.рф. Таким был разговор о главном. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok